Настоянно общаюсь с людьми, лучше говоря, какие-то что-то сказать, капитанки, жители, я не знаю, по правилам, 138 человек, сколько у вас? Ну, те люди, которые могут принимать, это самое, заворствовать, это самое, 900, ну ладно, по-буже числится, по-моему, до 7 тысяч, я не знаю, то есть, сколько там, до 5 тысяч, пусть 5 тысяч, что будет в сезонах, то есть, дисбаланс, тут будет депутатов столько, там будет депутатов столько, нас никто не почует, такое впечатление, что сейчас их чует, то есть, они приезжают, правовались, у них там 24 села, 20, сколько районов депутатов, 26? 34 районов депутатов, 34 районов депутатов, ну, я не знаю, сколько там, населённый пункт, для них тоже есть стена справедливости, то есть, ну вот они, 34 человека приехали, а сколько у вас сессия проходит в среднем? Две годы? Две годы? Две годы, ну, две годы наступают в минуту, 34 депутата, значит, они по три с половиной минуты уделяют, могут уделить им время по реванжу, но я думаю, что говорящих голос там намного меньше, то есть, есть люди, которые вообще не ездят на эти районные сессии, ну вот, можете подтвердить, я туда ни разу не ездил, раскройки питания, смотри, что уже пора, что у вас там пройдёт, то есть, там вот есть вопросы, я хотел бы, чтобы сессии, бабушские сессии, целочные, начали быть открытыми, чтобы любые люди могли быть, депутат, зенитовщинного законодавства, видеофиксация, потому что вот эти все закрытые вопросы, получается так, что депутат в матемарии, а тут за него шлёпы, это самое, ну, это вообще, ну, это уголок себе какой-то папа, что я, ну, это вам лучше расскажут сельские, сельские, эти самые, капитанские, эти самые, вопрос по рабочей группе, вот я отошёл, пусть будет 20 человек от побужья, тут 20 человек от капитана, люди, которые не будут прятаться, люди, которые не будут, они должны идти к людям и говорить и спрашивать, что его беспокоит, вам вот рассказывают сейчас про школу, а я вам скажу, что по мужски лицей районной рады, к нему привязано 6 школ, и эти 6 школ, это трупы, которые, согласно вот этого, уже, уже всё решено, то есть, если будет один район, одна громада, все вот эти 6 школ, которые привязаны к побужской школе, они умрут, их постепенно закроют, это чтобы вы понимали, вы должны знать, что эти самые, все эти сельские советы закроются, будет один смотрящий, староста, только староста, ну, остаётся на месте, все остальные вот эти сельские, веры, два смотрящих, один смотрящий есть, а один сейчас есть, и будет ещё один сельнячек. Ну ладно, не выводите, я говорю, что там не выводите, я говорю, что там не выводите, я не против, я не против, я не против граммак, я не тех, кто не говорит. Постсовета не будет, 14 человек не будет, которые работают сейчас в постсовете, не будет постсовета, то есть, 14 человек не будет, будет один человек, который будет отвечать за посёлок. Для чего это сделано? Это всё сделано, так называемая, оптимизация, то есть, когда уже нечего киприть по карманам, то людей сгоняют вот в такие вультивы и, ну, как бы, экономят на этом деньги. Ну, если вы терпите, то почему с вами так не обращаться? Если вам не надо побужская школа, то почему у вас её не отобрать? Почему вечером не приехать и не забрать стивы, то, что купил завод, хирургический кабинет, ночью, бля, взяли, вывезли это всё? Понимаете? В чём возможно? Ну, вы же это терпите. Так вот, перестаньте быть терпилыми, создайте рабочие группы. Не надо смотреть на меня. Делайте 20 человек и займитесь этим. Подойдите, делайте круглый сто с депутатами капитанскими. Это что, такие небожидные? Я не знаю. Вот кто из вас знает своих депутатов вообще? Вы можете руки поднять. И кто бы когда-то принял участие в вашей жизни из депутатского подбородства, чтобы ты пришёл и спросил, и он решил тебе эту проблему? Есть такие люди вообще? Вот скоро уже экаденция у них заканчивается. То есть у них коммерции ровно. А вы вообще их видели, кроме того, что они там конфеты вам разносят. Платочки где-то, люкзачки там ещё. Всё. На этом всё заканчивается. Я говорю, что депутаты, это депутаты, такие же самые люди. У них не вырастает ни у них ничего, ни хвост у них не отрастает. Это такие же самые люди. Иногда надо у этих людей спрашивать, что он сделал, что он туда идёт. Что он пришёл, что он решил. Таблички вам развесил за 5 лет. Что? Но сядьте себе, решите, кто будет в рабочей группе. Люди должны сердцем это почувствовать, кто будет. И забудьте эти слова. Корыто и это самое. Всё, стана уже, другая уже. Одевайте эти зелёные рубашки. Всё. Краю же. Сколько можно терпеть? Никто к вам сюда не приедет. Сюда, знаете, сколько я сейчас людей пригласил? Должно было быть 20 человек. Из Киева, из Кропивницкого, откуда угодно. Никто не приедет, ваши проблемы снимать не будет. Никому не интересно. И я, может, в том числе. 100 обговорок, почему они сюда не приехали. 100. У одного суббота рабочий день, у того не рабочий день. Ну то есть, они смотрят, всегда обговорят, почему сюда нельзя ехать. Всё. Дорога плохая. Дорога плохая. Что-то ещё. Рыбом не вышли. Там ещё. Сядьте, определитесь. Нужна громада, значит, мы её делаем. Не нужна громада. Ну разбежались-то и всё. Польша большая, все влезут туда. Все в секретах. Давайте, поднимал лоб. Подумайте, за кого вы, ну я бы, я бы хотел, чтобы вы меня дальше работали. Ну вот возьмите меня. Я буду работать, буду стараться. Да. Буду есть со стеклянной посудой. Корыта меня не будет. Да, я, извините, ребята, неужели, ну ладно, бюджетных потопов никогда не было. Мы слеза за громаду, мы слеза за громаду. В чём вопрос? Остается, да, не понимаете. Да вы, по-моему, будете сами решать всё вопросы, вы что, не понимаете, что ли? Спасибо.